Что-то давненько я в школах не бывал. Я имею в виду не начальные классы, там еще год, а вот потом. Вот потом стало интереснее. И в чем-то я бы вернул СССР. Хотя ЕГЭ дает больше вариантов для продвижения вашего ребенка в УЗы, но где НВП, то есть начальная военная подготовка. Потому что в школах нет тира. Хотя тир-то есть. Вот в этом сложности. Я стал метким стрелком именно в тире школы номер 33. 48 из 50. Ну, попробуйте. В этот тир я пришел по судьбе другой. Это уже не тир, а то, что не задорого арендуют славяне. А вот теперь по-другому. Или вы думаете, что только каратэ и дзюдо рулит? Ха-ха-ха. Ну да. Мы как-то не раз втирались с Японии, и ни каратэ, ни дзюдо им не помогли. В первом случае царская армия лоханулась по полной. Ну, Цусиму, почитайте. Вот там, да. Флот весь кончали. А на земле было совсем по-другому. Второй раз, через 40 лет. Мы им так наколбасили, что скулят по поводу островов. Те же дела были и ранее. Да, до Куликовской битвы дружины от 500 до 1000 падали перед превосходящим войском противника. Но что Куликово поле свершило? Все вместе, и нас не победить. Как и Вторая мировая война. Но вы забили на то, что делают славяне. Славяне воспитывают дух тем, кто живет на необъятной, очень холодной, но любимой территории Российской Федерации. К слову, если бы не освободитель Александр Второй, который просандалил Аляску, вот это была бы держава на трех континентах. И может быть тогда с нашим самбо и рукопашным боем считались бы. Но то время прошло. А мы работаем. Самбо, кстати, был, есть и остается для меня в большем приоритете, как и борьба. Но вот вам вариант российской битвы. К слову, участник российской самообороны с нападениями это крайне сложно для тех, кто колбасит за деньги. К слову, оказывается, что эти, практически дети, умеют и стрелять, и разбирать из оружия. А вы не слышали, так услышьте. Я не против карате, борьбы и дзюдо. Но чтобы довести до ума человека и сделать лучшего, то я бы крайне порекомендовал привести ребенка к славянам. У нас в учебном центре идет комплексная подготовка. И помимо рукопашного боя, еще идет, как у любого современного воина, должна идти и огневая подготовка. Культура обращения с оружием, уважение к оружию, умение, техническая сторона знания, техника стрельбы и так далее. Конечно, это, наверное, не в той степени, как, допустим, это у вас было, то, что такая усиленная работа, связанная с огневой подготовкой. Но это дает общие азы именно в этой сфере. То есть мы можем говорить, что если человек, даже невзирая на то, я не буду противником карате, я не буду противником самбо, я не буду противником борьбы, естественно. Потому что я так же бойбой занимался. Но я бы сказал, что каждый человек должен, по сути, вступить в общество славяне. Потому что без разницы, чем ты занимаешься, но базовые характеристики того, что человек должен иметь. Потому что рано или поздно он придет в армию, потому что сейчас все в армию топают, да ведь? И вот это необходимо было привить с молодых корней. Все верно, это так у наших предков и было. Каждый отец знал, что должен вырастить мальчика-воина, кем бы потом не стал. И отсюда такое явление, как ополчение. То есть помимо профессиональных воинов-дружинников, были еще и ополченцы, которые могли в этот момент превратить свое орудие труда в боевое оружие. И, конечно, вот этот момент у нас в крови. У нас поэтому на 23 февраля поздравляют всех лиц мужского пола вне зависимости, служил, не служил, служит, не служит. Потому что это понимание есть, что действительно ты защитник. Защитник как минимум себя своей чести, защитник близких, ну и в конечном итоге защитник своей родины. И это, мы считаем, должно быть основной мотивацией занятий у нас ребят. Мы им сразу объясняем, зачем они сюда пришли. Так и спрашиваем, для чего ты занимаешься рукопашным боем? Ну, чтобы быть сильным, чтобы там себя защитить. Ладно, а вырастешь ты, для чего он тебе нужен? Чтобы защитить близких, маму, папу, девушку. Хорошо, а враг нападет. Ну, то есть мы здесь занимаемся государственно важным делом. Обучаем защитника патчества в конечном итоге. К слову, помните русских женщин? Не красного читали? Ну, я, по крайней мере, читал. Что она могла тогда? Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Что сейчас после славян? Хе, я понимаю, что из женщин или девушек делают практически мужиков. Не слышали? Любой спортивный канал откройте и посмотрите. Но специалисты от славян, во-первых, знают, как вывести из состояния нагловатости любого мужика. И в некоторой части могут ушатать нескольких пьяных. Ну, а дальше? А, дальше интереснее. И мне говорят, не учись. Нет, господа. Учиться никогда не поздно. Чем интересна работа на телевидении? Чем? Оператор видит и слышит. Инженер монтирует и слышит. Но когда вы и то, и другое, а еще и автор, то сведения, полученные на съемках, внедряются. И тема трехразовой прослушки и вида, как это делается, показывает то, что сказал Квинтелян, а затем повторил Ленин. Что учиться, учиться и учиться никогда не поздно. И вот это демонстрирует, что ближе к 50 я теперь понимаю, как не дать человеку задохнуться. Так вот, наши девушки от славян умеют и не только это. Я был менее часа и видел, как на умение накладывается разум. Неплохое такое место. Место для девушек тоже. Я второй день с вами, я убедился, что в принципе вы не только тренируете, вы еще и объясняете. То есть это немножко другое понятие, чем простая тренировка. Ну, естественно. То есть умея причинять боль, нужно уметь и потом привести человека в сознание, в состояние, чтобы он мог и самому себе оказать помощь, оказать помощь своему товарищу, оказать помощь даже пострадавшему. У нас есть в нашем курсе занятия по медицине, прикладной психологии, есть занятия по истории. Ну, конечно, мы рассказываем, потому что и о степени повреждений, которые наносят оружие, и о степени повреждений, которые может причинить человек. То есть, чтобы человек осознавал, что тот или иной удар, такие последствия может повести для него. В школьных программах очень многое из того, что мы изучали в школах, уже нет. Я про то и говорю. Уже нет того, а это очень плохо, кстати. Да, и поэтому мы, в принципе, это все дело возрождаем и на учебных военных сборах, которые мы проводим для юношей призывного возраста уже много-много лет. И в том числе в учебных программах всех групп учебного центра присутствуют полностью способы и выживания, и способы жизни, безопасной жизнедеятельности в самых-самых различных условиях, которые отрабатываются не только на теории, но и потом практикуются на практике, в различных выездах, в природу, в практических занятиях в городе и так далее. Мы показываем, как работают те, кто не хочет линять. Ведь так получается, что идеала нигде нет, но нет его. Чем Россия хороша? Тем, что мы с большим удовольствием работаем с подрастающим поколением. Я не против стран, но полиция, выезжающая по визгу младенца, и мне это вообще не нравится. Да, меня били пару раз, а как без этого? Да, я получал на улице, но и давал в десятки раз больше. Вот так воспитывали меня, как мы воспитываем мужиков. К слову, эти мужики могут постоять за себя, и не дай бог вам сделать что-то плохое для их семей. И вот тогда таких мужиков остановить будет практически невозможно. Но по сути, если мы воспитываем юношу или девушку в славянах, то о будущем их я бы даже не беспокоился.